так ну давайте начинать значит прошлый раз мы с вами начали обсуждать точнее мы с вами построили теорию галстонских бозонов мы занялись построением галстонских бозонов я напомню нашу конструкцию нас была группа симметрии же которая спонтанно нарушалась спонтанное нарушение до группы до подгруппы h да и значит прошлый раз мы построили теорию галстонских бозонов то есть при таком спонтан нарушения возникают безмассовые частицы галстонские бозоны и можно построить эффективную теорию то есть теорию которая будет работать при энергиях много меньше вас всех массивных частиц соответственно пространством где эти галстонские бозоны лежат фактически является фактор пространства же page ну и в случае значит нашего примера кгд с тремя флайверами кварков где у нас есть группа группа флайверных симметрии су-3 левая на су-3 правая но есть еще один барионный но про нее мы не говорим так вот эта группа симметрии она спонтанно нарушается это группой играет роль группы же это спонтанно нарушается до су-3 вектор n то есть все аксиальные токи у нас спонтанно нарушаются ну и мы с вами в прошлый раз выяснили нашли удобное поле удобную параметризацию для галстонских полей значит мы с вами выяснили что галстонские поля в количестве 8 штук удобно параметризовать унитарной матрицей у ну и мы запараметризовали ее эти поля в следующем виде значит экспонента в степени тут был некоторый нормировочный фактор 2 на fp и ну и здесь стояли собственно галстонские поля которые если разложить по генератором это будет фиа на то это генератор группу су-3 фундаментальное представление фиа это наши галстонские поля и в низшем порядке да значит преобразование которым подчиняется вот это поле это такие преобразования у от x при преобразованиях из группы же преобразуется вот таким вот образом омега левая на у от x омега правая крест где он левая омега правая это буквально преобразование левых и правых кварков до флеверные преобразования ну и соответственно низкоэритическая теория должна удовлетворять вот этой симметрии ну и мы с вами построили ее в нижнем порядке по производным и эта теория выглядит следующим образом лагранжан у нее некоторая константа f ну я ее назвал f0 но сегодня я буду называть ее fp потому что она совпадает с константой fp который мы с вами вводили помните такую константу fp мы вводили она входила у нас матричный элемент тока значит fp в квадрате на 4 трейс дмю у дмю у крест вот такой у нас был лагранжан в нижнем порядке по полям плюс о большое от производные 4 степени значит ну я повторюсь еще раз вот эту константу я называл прошлый раз буковкой f0 ну и я задавал задачку связать f0 и константу fp которая возникает в матричном элементе тока значит у нас с вами был такой матричный элемент между аксиальным током g5a то есть тем током который симметрия которого испытывает спонтанное нарушение мы с вами видели что если фи а с импульсом p это состояние галстонского бозона с импульсом p то вот такой матричный элемент отлично от нуля ну и он может быть цифра наризован вот таким вот образом и поймем ну и в правильно выбранном базисе здесь будет дельта b на некоторую константу fp ну и на экспоненту давайте не в степени минус насчет fp это константа распада пиона а здесь у нас константа была f0 в том смысле что но это была просто размерная константа которую мы ввели для того чтобы поддержать размерность ну и дальше вычислить вычислить отсюда токи в том числе аксиальный ток можно связать константу f0 и константу fp они оказываются просто равны это одна и та же константа фактически вот что дальше можно делать значит мы с вами знаем что вот эта группа симметрия она на самом деле точно она нарушается взаимодействие ну во-первых массами кварков во вторых взаимодействиями кварков с различными полями юкавскими взаимодействиями но это собственно массы кварков и юкавскими взаимодействия с бозоном хиггса ну и калибровочными полями соответственно вид этих взаимодействий с кварками мы с вами знаем и используя этот вид можно построить эффективную теорию взаимодействия галстонских бозонов которые будут эти нарушающие симметрию СУ3 на СУ3 слагаемые содержать. Что имеется в виду? Имеется в виду следующее. Давайте рассмотрим в качестве примера массовые слагаемые кварков, которые я запишу в несколько обобщенном виде. Значит, давайте, значит, КХД у нас есть, и рассмотрим Лагранжан, запишем его в таком виде. Значит, у нас есть Лагранжан КХД с массой кварков равным нулю. Это тот самый киральный предел. Лагранжан в теории в киральном пределе. И давайте добавим сюда кусочки такого вида. Минус, Q с чертой ИТ, и это, ну, бежит 1, 2, 3, это флевер. Флевер кварка. А здесь я запишу такого сорта слагаемое. С и Ж плюс И гамма 5 П и Ж на КУ Ж. Значит, ИЖ бегут 1, 2, 3 и бегут флеверы. С и Ж и П и Ж – это некоторые функции. Значит, давайте на них смотреть, как на источники. Да, то есть это внешние источники. Ну, аналогично тому, как вы добавляете в теорию φ4 кусок с источником g от x на φ от x. Да, вот это кусок Лагранжан с источником. Также я могу ввести аналогично вот такие скалярные и псевдоскалярные источники в Гарранжан. Соответственно, моя теория вот такая. И, ну, если я положу П и Ж равную нулю, а С и Ж положу равным, значит, если С и Ж – это дельта ИЖ на МИ, то это буквально массовые слагаемые. Да, если я С и Ж равно такому, то я получу прям массовые кусочки в Лагранжане КХД. А там нельзя открутить кулиты и получить вот это? А, ну, тогда нарушим кулитарный аль. Что-что? Нельзя взять кулитарным реализованием вот эти вот кулиты открутить так, чтобы регенеризовать, например, С. Кулиты? Нет, в принципе, конечно, можно. Ну, то есть, смотрите, С и Ж – это просто некоторые внешние поля, внешние источники. Смотрите на это как на внешние поля. Вот и все. Конечно, вы можете перейти в другой базис, да, безусловно. Но, как бы. Я, кстати, хочу сейчас этим воспользоваться. То, что вы предлагаете, вы предлагаете крутить, то есть сделать наше преобразование из группы СУ3 на СУ3. То есть воспользоваться нашими симметрийными преобразованиями. Действительно, давайте ими воспользуемся в следующем смысле. Давайте я немножко перепишу вот этот кусочек. Я перепишу его, разбив кварки на правые и левые. Давайте я сюда вставлю, ну, проектор на правые и левые. То есть вот сюда я вставлю сумму проектор левая плюс проектор правая. А гамма 5 это у меня П правая минус П левая. Правильно. Соответственно, если я так сделаю, то вот это последнее слагаемое я могу переписать. Последнее слагаемое я могу переписать вот в таком вот виде. Минус К с чертой, скажем, ну, давайте все при левом соберем. Правая. С и Ж, давайте, ИТ. С и Ж минус И, П и Ж, Ку, ЖТ правая. Да, и будет слагаемое, которое фактически является ХЦ. Минус К с чертой ИТ левая, С и Ж, плюс И, П и Ж на Ку... Ой, вот тут левая, конечно, я прошу прощения, вот здесь левая. Правая, Ку с чертой правая с Ку левым у меня, а здесь Ку с чертой левая будет с Ку житая правая. Вот, соответственно, смотрю, я на это Лагранжан. Если у меня вот эти С и П, это некоторые, ну, скажем, массовые слагаемые, то у меня эти слагаемые явно нарушают группу симметрии, правильно, СУ3 на СУ3. Но я могу эту симметрию восстановить, если я дополню мои преобразования кварков флейворные еще преобразованиями этих источников. То есть, другими словами, у меня мой Лагранжан, вот этот новый, он вариантен относительно преобразований такого типа. Во-первых, Ку левая переходит в омега левая на Ку левая, Ку правая переходит в омега правая на Ку правая. Значит, относительно этих преобразований инвариантно вот эта часть. А вот эта часть будет инвариантной, если я дополню ее преобразованием моих источников. Каким образом я должен их дополнить? Дополнить я должен следующим образом. Значит, вот если смотреть на вот эти s минус и p, как на матрице, это матрица 3 на 3 фактически, то преобразование выглядит таким образом. s минус и p у меня преобразуется омега, ну, у меня здесь q с чертой правая, значит, здесь будет омега крест правая. Чтобы омега крест правая ушло, мне нужно здесь омега правая. С минус и p, а здесь у меня q левая, чтобы оно ушло, должно быть омега левая. Должен быть омега левая крест. Соответственно, если я дополню свои источники вот такими преобразованиями, у меня вот эта слагаемая будет инвариантом. Ну и, соответственно, второе преобразование суммы вот этой я напишу аналогичным образом. Омега левая, s плюс i, p, омега правая крест. Да, вот относительно таких преобразований инвариантна моя теория. Давайте попробуем построить, значит, это микроскопическая теория, да, теория на уровне кварков. Давайте теперь вернемся к теории галстоновских бозонов. Пойдем на... будем считать вот эти источники очень маленькими, да, будем считать их маленькими возмущениями у моего логранжиана. И пойдем на энергии много меньше масс всех массивных частиц. У меня останутся в качестве степеней свободы у поля. И логранжиан, низкориотически, будет зависеть от полей у от источников. То есть у и мои источники s и p. Давайте я введу удобную комбинацию. Ну, видно, какую комбинацию надо взять. Надо взять комбинацию либо s плюс и p, либо s минус и p. Соответственно, традиционно вводят такую величину, хи, которая имеет размерность... Ну, s или p. Какую имеет размерность? Вот эти источники. Какую имеют размерность единиц их энергии? Ну, видно, что они имеют размерность просто энергии, правильно? В первой степени. Соответственно, традиционно вводят вот такую величину. 2, b0, s плюс и p. Где вот этот параметр b0 имеет размерность энергии сам по себе. То есть хи имеет размерность квадрата энергии. И смысл этого параметра будет ясен немножко попозже. Вот. Тогда в низкоррегистической теории у меня инвариантно относительно... Ну, точнее, группа преобразований моих полей устроена так. У переходит в омега левое. У омега правое крест. А хи переходит, ну, в соответствии с тем, что у меня здесь написано, в омега левое, хи омега правое крест. Ну, можно еще написать преобразование хи крест. Это есть омега правое, хи крест, омега левое. Ну, и теперь, если меня интересует низкоррегистическая теория... Смотрите, микроскопическая теория инвариантна у меня относительно моих преобразований из группы Су-3. Теория галстонских бозонов, то есть теория на больших расстояниях фактически, макроскопическая теория, можно так сказать, она должна быть тоже инвариантна относительно этой же группы симметрий. То есть мой лагранжан эффективный должен быть инвариантен относительно этих преобразований. Поэтому я могу написать лагранжан в каком виде? Ну, во-первых, я должен кинчлен написать, который у меня был без всяких источников. Я его напишу в том же виде, в том же виде, что и раньше. Значит, но теперь я могу, если меня интересует вклад в низшем порядке по источникам, считая источники малыми, я могу ограничиться, например, первым порядком по источникам. Что я могу написать? Какие кусочки у меня будут инвариантными? Ну, видно, что у и хи преобразуются достаточно похожим образом, и легко из них собрать инвариант. Достаточно перемножить, например, смотрите, если я перемножу у на хи крест и возьму от этого след, у меня будет инвариант. Ну и, соответственно, добавив комплексное сопряженное, от этого я могу получить действительный вклад в лагранжан. То есть мне надо, на самом деле, написать следующее. Хи у крест плюс хи крест на у. Вот тем самым я развил фактически теорию возмущений по своим источникам, считая их маленькими. И это мой фактически эффективный лагранжан, который будет зависеть от источников, ну, с включенными источниками S и P. Давайте выясним смысл вот этой константы B0. Значит, чтобы выяснить смысл константы B0, давайте рассмотрим следующую величину. Рассмотрим величину, назовем ее Z от S и P. Ну, тут можно по-разному рассуждать. Можно рассуждать термин функционального интеграла. Вы, кстати, докуда проходили функциональный интеграл? Вы знаете, что такое производящий функционал? Знаете, да? Ну, может быть, можно рассуждать в терминах функционального интеграла. Значит, можно... Давайте смотреть на эти S и P, как на источники. Тогда вы можете написать вот такой функциональный интеграл. Интеграл функциональный по всем полям, которые у нас есть. Давайте в микроскопической теории работать. То есть здесь у нас кварки, калибровочные поля. Здесь я должен написать действие свое и вклад с источниками. То есть вот эти кусочки, которые у меня написаны. Минус интеграл D4X Q с чертой S плюс P гамма 5P на Q. Фактически то, что я написал, является производящим функционалом для функции Грина. Правда? Для функции Грина определенного типа. Если я буду дифференцировать, варьировать по вот этим источникам, брать вариационные производные вот от этого функционала по источникам, я буду получать определенные функции Грина локальных операторов вида Q с чертой Q или Q с чертой гамма 5Q. Соответственно, давайте посчитаем, например, вот такую величину. Единица на I, вариационная производная, дельта по дельта S и G от Z. Ну и потом положим источники равными нулю. S равно P, равным нулю. Что у меня получится? Если я посчитаю вот эту производную, у меня вылезет Q с чертой Q перед экспонентой. И, соответственно, будет просто вакуумная средняя от Q, ну и G, поэтому будет вакуумная средняя, значит, от такого Q, так, я тут I, да, пропустил. И, и минус давайте получим Q с чертой, и Q G. Так, только давайте вакуум я поставлю. Да, это наш с вами кварковый конденсат с точностью до, с точностью до, ну, можно написать так, минус 1 треть дельта и G кущертой Q. Правильно? Эта величина, я напоминаю, она отлично от нуля. Это та величина, которая, за счет которой происходит спонтанное нарушение Су-3 симметрии. Вот. Это я посчитал, вот этот производящий функционал по микроскопической теории. Теперь я могу посчитать тот же самый производящий функционал, используя макроскопическую теорию, используя теорию Голстонских бозонов. И я должен получить тот же самый производящий функционал. Правильно? Потому что это на самом деле одна и та же теория, что та, что та, одна и та же самая теория, только это не скаритическая теория, а вот это микроскопическая теория. То есть я могу вот этот же самый производящий функционал переписать условно так. Это функциональный интеграл, только уже по полям U, которые у меня есть в моей низкоритической теории, E в степени I, ну, действия без источников, да, в пределе х равно нулю, и вклад с источниками. То есть плюс I, интеграл, D4х, трейс, U, х, крест, плюс U, крест, на х. Правильно? И теперь, беря вариационную производную, снова ту же самую, я могу получить такое. Единица на I, дельта по дельта S и G. Что я получу? Ну, S и G входит у меня в хи. Я напоминаю, что хи это у меня 2B0S плюс ИП. А хи крест это, соответственно, 2B0S минус ИП. Ну, поскольку я беру вариационную производную по S и G, ну, и потом я кладу, конечно, S равным нулю, S и P равным нулю. Значит, у меня перед экспонентой, смотрите, что вылазит. У меня перед экспонентой выскакивает поле U с индексами И и G. И выскакивает поле U крест с индексами И и G. Ну, еще возникает, еще, конечно, константы Fp квадратный 4, которые я вот тут не написал. Тем самым, вот эта вариационная производная получается у меня такой. Fp квадратный 4 умножить на 2V0 и умножить на вакуумное среднее, от чего будет U и G плюс U и G крест. Правильно? Вот. Ну и естественным образом в вакууме U и G это Δ и G, потому что там нет никаких галстонских полей, поэтому вакуумное среднее от U и G это Δ и G. Поэтому я получаю вот здесь вот 2 Δ и G. Ну и приравнивая то, что вариационную производную, которую я получил, считая ее по теории галстонских бозонов, с той вариационной производной, которую я получил, считая ее, используя микроскопическую теорию, я получаю чему равно V0. V0 у меня получается равным такому. V0, смотрите, четверки у меня сокращаются и будет минус 1 треть Fp в квадрате и вакуумный конденсатор. Таким образом, вот эта константа V0, которая входит в фактически в Мойл-Гринжанке реальной теории возмущений, сюда или вот сюда, он определяется кварковым конденсатором. Какие фенологические следствия вот этого Слагаева, который вы посчитали? Ну, чтобы их извлечь, давайте в качестве источника поставим массы кварков. Мы с вами сказали, что если я в качестве S и G подставлю массы кварков, то это будет соответствовать физической КХД. Значит, S и G равняется дельта и G на Mg, а P и G равно 0. Значит, если я вот это положу S и P вот такими и подставлю это в Мойл-Гринжан, каким следствием приведет мне вот то слагаемое, которое я получил. Давайте посмотрим, что это у меня будет такое. Значит, Мойл-Гринжан будет устроен так. Fp квадрат на 4, трейс, Dμ крест, Dμ, значит, а здесь будет такое. Fp квадрат на 4, ну давайте 2B0 вынесем за скобочки, даже 4B0, да, потому что эти два слагаемых на самом деле будут одинаковыми, у меня хи и хи-крест совпадают. Ну и на самом деле у меня будет такое. Дельта и G, да, M и T, например. Ну и здесь будет Q, G, и плюс, а нет, тогда лучше 2. Тогда лучше 2 поставить, потому что тут крест плюс Q, звездочка, G, и. Правильно, вот такое слагаемое у меня будет. Вот, дальше я вспоминаю, что вот это, это у меня матрица, я буду раскладывать ее по полям, да, и к чему приведет мне вот это слагаемое? Вспоминаем, что U, это у меня экспонента, я до конца вычисления делать не буду, то давайте просто посмотрим, что у меня будет здесь, FI A на T. Да, я буду раскладывать вот эту матрицу U в нижнем порядке по своим полям, значит, ну, член независимой от полей меня не интересует, дальше, член линейный по полям у меня сократится, потому что здесь будет U плюс U крест, у меня останется член квадратичный по полям, член квадратичный по полям умножить на фактически некоторую константу размерности квадрата массы, и эта константа будет определяться B0 и массами Мейк-Кварков, правильно? Тем самым, вот те куски, которые мы с вами получили, используя такую теорию возмущений по источникам, это дают нам массы мизонов. То есть, тем самым, мы получаем что? Мы получаем связь между массами мизонов и массами кварков в микроскопической теории. Давайте посмотрим, какие у нас тут параметры есть. Значит, в микроскопической теории у нас есть с вами три массы кварков, да, МУ, МД, МС, которые мы на самом деле, ну, мы их не меряем, правильно? Эти массы мы не меряем, потому что, ну, мы не можем измерить полюсные массы кварков, в отличие, например, от тяжелых кварков, где мы можем полюсные массы, ну, извлечь, например, используя какие-то потенциальные модели. Здесь такого мы сделать не можем, значит, и это для нас фактически является параметрами некоторыми. Дальше, в аккеральной теории у нас появляется еще параметр В0. Вот, а из эксперимента да, да, но есть еще, конечно, параметр ФП, который тоже входит, но, правда, в массы он не входит, потому что легко видеть, что ФП сокращается, да, смотрите, ФП в квадрате здесь стоит, и когда я разложу здесь, здесь, до второго порядка полям, здесь будет единица на ФП в квадрате, поэтому ФП сокращается. В выражение для массы ФП не входит, поэтому ФП я могу отсюда залить, тем более он независимо измеряется, я напоминаю, что ФП это константа распада пиона, и она связывается со временем жизни пиона. Дальше, эксперимент дает нам массу мизонов, массу мизонов, от какие у нас есть мизоны? У нас есть пи ноль, есть пи плюс минус, но это частицы и античастицы, поэтому у них массы совпадают. Дальше есть к плюс минус, есть к ноль, ну и его античастицы к ноль с чертой, и есть и томизон. Тем самым у нас экспериментально мы можем измерить раз, два, три, четыре, пять параметров, пять масс, да, и у нас есть четыре параметра в теории, которые должны описывать эти пять экспериментальных чисел. Тем самым мы можем, например, взять четыре массы, извлечь оттуда эти параметры и предсказать массу пятого мизона. И, значит, если это сделать, то все согласуется удивительным образом. В этом смысле вот эта киральная теория измущения, она очень хорошо работает. Очень хорошо это, значит, точности здесь примерно такие. Для подгруппы СУ2 точность составляет где-то 5%, а для подгруппы, для всей, точнее, СУ3-симметрии точность составляет ну где-то процентов 20-30. То есть она хуже, просто из-за того, что масса эскварка большая. Ну, обычно, когда время есть, я даю задачку получить выражение для масс, сравнить с экспериментом. Ну, очень полезно провести такое сравнение и, так сказать, убедить себя в том, что эта киральная теория возмущений работает. Вот. Всю эту киральную теорию возмущений можно обобщать в нескольких направлениях. Значит, давайте я пару слов про обобщение скажу. Вообще, эта теория, я повторюсь еще раз, я уже говорил об этом, она очень активно используется для того, чтобы что-то посчитать, связанное с мизонами. Потому что, я напоминаю, адроны и вообще сильные взаимодействия, они сильные при низких энергиях, поэтому у нас нет никакой возможности что-то посчитать. И иметь такую теорию очень полезно. Конечно, в ней есть некоторые параметры, которые вы должны откуда-то брать, а именно константу B0, например, вот эту. Есть константа FP, которую надо независимо брать, да, ее невозможно посчитать из КХД. Вот. Куда можно обобщать киральную теорию возмущений? Значит, обобщать можно в двух направлениях. Первое. Можно добавлять следующие порядки по производному. По производному. Ну, или в импульсном представлении по импульсам. Мы с вами написали лагринжан в нижнем порядке по импульсам. Да, то есть у нас с вами был агрринжан L2 условно. L2 это вот тот, что содержал Dμ, укрест Dμ. И трейс от этого. Следующий порядки по импульсам это будет L4. Соответственно, здесь будет какой-то более сложный. Тут на самом деле есть два нетривиальных слагаемых, которые можно построить. Значит, это можно, например, квадрат вот этого слагаемого взять и некоторый трейс от произведения условно четырех. Вот таких вот. Dμ-U-крест, Dμ-U, Dμ-U-крест, D-U. Вот такой кусочек можно взять. Это будет вклад четвертого порядка по производным. Ну и эту конструкцию можно распространять и дальше. Вот. Это в таком направлении можно развивать эту теорию. Она развивается в таком направлении. Есть достаточно много работ, посвященных этому. Другое направление это добавлять взаимодействие кварков. Ну то есть мы с вами развили теорию возмущений, добавив массы кварков. А можно развить теорию возмущений, добавив взаимодействие с другими полями, например, с калибровочными полями. У нас же кварки взаимодействуют с W, Z, бозонами и фотонами. Соответственно, в микроскопической теории вы имеете в Лагранжан взаимодействие вот такого вида. Помимо того, что мы с вами уже написали, кусочка с источниками скалярного и псевдоскалярного типов, то есть Q, S плюс I, гамма 5, P на Q. Значит, это член мы уже написали. А можно написать еще векторные источники, то есть источники вида такого. Q с чертой, гамма мю, а здесь написать, скажем, В мю плюс I, гамма 5, скажем, А мю на Q. Да, вот такое можно добавить. И опять же, используя те же самые симметрийные соображения, можно построить теорию в низших порядках по источнику, по источникам В и А, ну и тем самым описать взаимодействие наших с вами галстонских полей с калибровочными полями, то есть W и Z. Вот. Ну, можно догадаться, что получится, например, если В и или А это какие-нибудь калибровочные поля. Ну, скажем, пусть, например, в качестве поля В возьмем электромагнитное поле. Что получится? Какой эффективный лаганжан вы ожидаете получить для теории галстонских бозонов? Что нужно сделать с лаганжаном галстонских бозонов, чтобы описать взаимодействие, скажем, с электромагнитным полем? Наивно. Значит, без электромагнитного поля у нас лаганжан в низшем порядке по импульсам устроен вот так. Конечно. Да, это самый наивный, наивный, значит, пример. Давайте пример. Электромагнитное поле. Да, надо взять наивно, я говорю наивно, потому что на самом деле это не все, как мы сейчас скоро выясним, наивно заменить производные на кавариантные и тем самым, значит, вы заработаете в минимальном варианте взаимодействие с электромагнитным полем. Значит, у нас с вами есть вот такой набор мизонов, да? Какие из них будут взаимодействовать с электромагнитным полем? Ну вот после такой замены, когда я заменю производную на кавариантные. Ну, естественно, заряженные. Конечно, да. Все заряженные, значит, все заряженные, ну, после того, как мы вот это распишем, у нас получится, ну, условно, dμφ, dμφ, да? А если я заменю на кавариантные производные, вот так, ну, и кавариантные производные появятся только у заряженных полей, то есть, условно, у нас появятся здесь кусочки вида dμπ плюс, dμπ минус, да, и то же самое с k плюс-минус, а вот для π0, например, k0 и это никаких таких кусочков не появится, потому что они нейтральны, правильно? И здесь есть некоторый вопрос фенологический, потому что, как вы знаете, π0, его основная мода распада – это два фотона, правда? Значит, и давайте обсудим следующую тему, примыкающую к этой – распад π0 в два гамма. Это, на самом деле, основная мода распада π0. Ну, и вопрос в связи с, так сказать, построенной нами теорией, π0 – нейтральная частица, значит, добавление кавариантной производной не добавит ему электромагнитных взаимодействий, да, за счет чего π0 распадается в два гамма. Значит, можно вспомнить, что π0… А, кстати, прежде чем я скажу про π0, давайте я некоторое замечание сделаю. Замечание такое. Вот я рисовал вам матричный элемент аксиального тока. Это некое термологическое замечание. Вы, может быть, будете, если кто-то будет заниматься, можете встретить некоторый термин. У нас есть вот такой матричный элемент. Я его сегодня уже писал. У нас есть аксиальный ток. Есть состояние галстонских бозонов φb с импульсом p. Это есть вот такое. Минус и πμ fπ δb e в степени минус и πx. Давайте я возьму дивергенцию этого равенства. Пx. Тогда у меня возникнет такое. 0, δμ, γμ, 5, φ, π. Когда я здесь возьму дивергенцию, у меня… Наверное, вот тут плюс, да, должен быть. Значит, у меня возникнет… Да, плюс. У меня возникнет π в квадрате. На fπ, на δb, ну и на экспонент. Соответственно, если у меня точная симметрия, SU3, то π в квадрате равно нулю, потому что это масса. Правильно? Теперь, если у меня симметрия не точная, давайте рассмотрим, например, в качестве индексов А, ну, 1, 2, 3. То есть рассмотрим пионы. А пусть у меня будет 1, 2, 3. Тогда π в квадрате в этом равенстве – это масса пионов в квадрате. Да, и у меня вот эта дивергенция тока – это некоторый скалярный оператор, но тут будет некоторое число, которое я могу на самом деле записать в таком виде. 0, dμ, gμ5a. Давайте аргумент писать не буду. φBP. А здесь стоит δB, которое я перепишу так. mπ в квадрате, fπ в квадрате. Вот эту экспоненту я перепишу как матричный элемент между вакуумом, полем пиона, в данном случае полем φ, скажем, А от x, ну и состоянием пиона B с импульсом P. Правильно? Вот этот матричный элемент – это не что иное, как δB на e в степени минус и по x. Вот, иногда равенство вот этих матричных элементов транслируют в равенство операторов. То есть можно сделать такую гипотезу, что дивергенция аксиального тока равняется вот такому mπ в квадрате fπ, только тут первая степень, на квадрат, тут не нужно, fπ на А на φ с индексом А. Вот, это в кавычках я возьму. То есть если вы такое предположите, то из такого будет следовать вот это равенство. Правильно? Но обратное, конечно, не верно. Вот это равенство называют гипотезой о частичном сохранении аксиального тока. Частичном, потому что правая часть отлична от нуля, да? Она не равна нулю, потому что масса гастонских бозонов отлична от нуля. Ну и есть такой термин – частичное сохранение аксиального тока. Вот такой термин я хотел ввести. Соответственно, если вы такое встретите, чтобы вы не пугались, значит, вот под этим подразумевается вот такое соотношение на операторном виде. Вот, давайте вернемся к распаду π0-2-гамма. Пинулю соответствует какой ток из наших восьми токов? Ну, чтобы это сказать, надо вспомнить, где у нас стоит π0 в матрице. Помните, мы с вами выписывали вид матрицы наших гастонских бозонов? На матриц, экспонента, на fπ. Тут стоит φя, Та. Ну и мы с вами, у нас было выражение для вот этих, для этой матрицы, φя на Та. Это выражение устроено было так. Здесь я в прошлый раз выписывал некоторую матрицу, тринатую, да, где стояли поля прям гастонских, прям мизонов. Значит, и π0 здесь стоял в таком виде. Значит, π0 на корень из двух, и здесь стоял минус π0 на корень из двух. Ну и все остальное. Давайте все остальное я выписывать не буду. Это Т3. Конечно. Это буквально, то есть, за π0 отвечает ток, который gμ5,3. Правильно? Поэтому давайте мы на нем и сконцентрируемся. Значит, напишем gμ5,3. Значит, это π с чертой, γμ, γ5, t3 и q. Ну, соответственно, его можно расписать через кварки. Он содержит только уиды кварки. Вот. А t3 это наша с вами матрица 1,2, 1, минус 1, 0. Вот. Теперь мы вспоминаем следующее обстоятельство. Давайте мы с вами включим электровагнитное взаимодействие для наших кварков и вспомним, что мы с вами изучали про аномалию проаксиальную. У нас вот этот ток, он у нас содержит матрицу гамма 5. Это означает, что вот такая диаграммка, где вот в этой вершинке стоит наш ток, gμ5,3, да, а вот в этих вершинках я поставлю, включу взаимодействие с электровагнитным полем, да, такая диаграммка отлично от нуля из-за аномалии. Или другими словами, дивергенция вот этого тока, она пропорциональна f-меню, f-меню стильной. Давайте мы это обстоятельство напишем. Причем нас будет интересовать конкретное число, которое там будет стоять. аномалия. dμ, gμ5,3 равняется, ну, выражение мы с вами записывали, это минус e в квадрате, e это заряд электрона, константа взаимодействия, да, в кэде, на 16 и в квадрате, ε-меню, λ, ρ, f-меню, f, λ, умножить на некоторое число, да, что за число там будет стоять? Там будет стоять число, которое содержит в себе вот генератор, который тут фигурирует, да, дальше вот в этих вершинках у меня будут стоять заряды кварков, правильно? то есть вклад, ну, давайте писать, что это будет за число, значит, я должен буду написать одну вторую, одна вторая, это вот отсюда, да, дальше, вклад у кварков, у меня идет с коэффициентом единичка, и тут будет стоять квадрат заряда у кварка, вклад d кварка, буду идти со знаком минус, и здесь будет стоять квадрат заряда d кварка, правильно? И еще кое-что я забыл, что я еще забыл, еще один фактор я забыл, который я, который в следе по фермионным индексам фигурирует, это цвет, правда? Потому что здесь я должен взять след по всем фермионным индексам, поэтому здесь стоит число цветов, давайте его выпишем явно, nc, значит здесь у меня стоит 4 девятых, минус 1 девятая, то есть будет 1 треть, ну и давайте я запишу ответ в таком виде, значит 1 треть, еще 1 вторая, 1 шестая, это у меня будет минус E в квадрате, nc на 96p в квадрате, epsilon меню, лямбда ром, F меню, F лямбда ром. Это у меня уравнение на дивергенцию аксиального тока. Значит, каким преобразованием кварков соответствует этот ток? Преобразованием таким. Надо поле Q заменить, преобразовать вот таким вот образом. E в степени, давайте, чтоб нет правильным знаком, ну пусть будет вот так, E в степени и альфа T3 на гамма 5. Вот такому преобразованию соответствует у меня ток. Ну и дивергенция этого тока равняется нулю. Давайте я сделаю некоторую, проведу некоторые следующие рассуждения. Смотрите. Давайте я в качестве параметра преобразования, ну здесь стоит некоторое число просто, давайте этот параметр преобразования сделаем зависящим от координат. пусть Q, не Q, а альфа. Это альфа от X. Да? Будет ли у меня мое действие на вариант относительно преобразований вот таких вот альфа, зависящим от X? Но ответ, конечно, нет. Правильно? Потому что у меня есть кинчлен и Q с чертой гамму д му Q. И вот здесь производная упадет на альфу, правильно? И из-за этого будет ненавиатность. Если бы альфа была константной, то все было бы хорошо. Значит, как преобразуется свое действие. Значит, действие при вот таком преобразовании с альфа, зависящим от X преобразуется вот так. Значит, ну, будет то же самое выражение для действия, плюс некоторая добавка. Что будет за добавка? Добавка возникнет как раз из-за того факта, что производная может упасть на вот эту альфу. Если производная на ковырянтную у нас нет калибровочного поля для такого преобразования. Это же глобальное преобразование. Ну, изначально это была глобальная симметрия. Но теперь я сделал аналогичное преобразование, но с параметром зависимого от X. Это не обязано быть симметрией, правда? Вот. И, конечно, действие преобразуется. Как оно преобразуется? Ну, давайте смотреть. Значит, производная упадет вот сюда, вылезет I, вылезет вот тут тоже одно I, поэтому будет минус интеграл D4X. Следите за мной. Значит, производная упадет на альфу, будет Dμ альфа. Правильно? И на что это умножится? Это умножится вот на такую конструкцию. Q с чертой гамма-μ отсюда вылезет гамма-5, T3 и Q. То есть, не что иное, как наш ток. Правда? Это есть G мю-5, 3. Вот. Ну, теперь, естественно, что сделать? Естественно, проинтегрировать по частям и получить такое выражение S плюс интеграл D4X альфа от X на Dμ G мю-5, 3. Правда? Значит, смотрите, еще раз, что мы сделали. Мы сделали, ну, давайте будем делать бесконечно малое, конечно, преобразование. Значит, альфа, я считаю, много меньше единиц. мы делаем бесконечно малое преобразование. Итак, я сделал фактически в действии вариацию полей вот такого типа. Правильно? Действие получило вот такую добавку. Теперь, предположим, что я возьму вариацию действия на уравнение движения. Чему равна вариация действия в таком случае? Уравнение действия на уравнение движения? Да. Конечно. То есть, если я возьму вариацию действия на уравнение движения, у меня вот эта добавка должна обратиться в ноль. Правильно? Ну и поскольку это должно быть верно для любых альфа, то дмю, жмю равняется нулю. Это стандартный вывод теоремы Нетр, то, что я вам предложил. Правда? Классический вывод теоремы Нетр, значит, который, как мы знаем с вами, не работает в квантовой теории, потому что у нас есть аномалия. Значит, отсюда наивно наивно дмю жмю 5 3 равно нулю, но есть аномалия. Аномалия говорит о чем? О том, что мы с вами неправильно написали вот эту вариацию действия. Настоящее квантовое действие преобразуется по-другому. Как оно преобразуется? Ну, на самом деле, можно найти это преобразование, используя функциональный интеграл, и это альтернативный метод вывода аномалий, фактически. Это вы можете посмотреть, например, в Песке и Шведере. Но мы можем с вами догадаться до того, как преобразуется это действие, воспользовавшись нашим ответом, уже найденным для аномалии. Смотрите, каким образом. Давайте, мы знаем, что у нас в результате вот такой вариации должно получиться уравнение для аномалии. то есть правильное квантовое действие должно преобразовываться вот таким вот образом. Интеграл D4x альфа от x, а здесь должна стоять дивергенция нашего тока, аксиального тока, плюс вот эта добавочка E в квадрат НС на 96 E в квадрате эпсилон F на ню F рамда рога. Почему я так думаю? Потому что если у меня будет такая вариация настоящего квантового действия, то на уравнение движения эта вариация должна обратиться в ноль, и поскольку это должно уравняться нулю для любых альфа, я отсюда извлекаю уравнение для аномалий. Правильно? Я тем самым догадался до того, как преобразуется мое действие при вот таких преобразованиях. понятна логика? Хорошо. Значит, что это означает? Это означает, что даже при константных альфа действие преобразуется нетривиально, потому что у меня при константных альфа действие преобразуется вот на такую добавку. При альфа константах, то есть независимых от икса. У меня мое квантовое действие преобразуется вот таким вот образом. Интеграл. Ну, альфа можно вынести за скобку. d4x nc на 96 и в квадрате epsilon menu lambda rho f menu f lambda rho Вот. Таким образом мы с вами что сделали? Мы нашли, как преобразуется действие при вот таких керальных преобразованиях. Бесконечно малых. Давайте перейдем в теорию галсонских бозонов. И потребуем, чтобы наше действие тоже получало такую добавку при вот таком преобразовании. Да? То есть значит теория галсонских бозонов. Посмотрим, как преобразуются наши галсонские бозоны при вот таком преобразовании с генератором Т3. Но мы знаем, как преобразуется наше поле У омега левая У на омега правая крест. Ну и мы с вами видим, что вот из этого равенства следует, что У скажем левая преобразуется в Е в степени минус И альфа Т3 на Ку левая, а Ку правая преобразуется в Е в степени И альфа Т3 на Ку правая. Правильно? Поскольку гамма 5 у меня вот такая матрица минус 1 1 поэтому омега левая это у меня вот такая матрица Е в степени минус И альфа Т3 а омега правая это вот такая матрица Е в степени и альфа Т3 Окей? Ну и давайте посмотрим как преобразуется мое поле У Ну и поскольку мы с вами видели вот тут было стерто что генератор Т3 отвечает за П0 то как легко видеть вот это преобразование приведет ни к чему иному как к изменению поля П0 давайте посмотрим к какому изменению это приведет так У давайте я сразу его запишу оставив только поле П0 Е в степени сейчас значит у меня было такое уравнялось экспонента 2и на фп здесь стояло ТТА на ФИА ФИА на ТА точнее и ФИА на ТА равнялось у меня значит здесь был корень из 2 а здесь П0 на корень из 2 то есть П0 пополам здесь минус П0 пополам и здесь но все остальное нули да давайте оставим только П0 оставим только П0 в нашей матрице и тогда наша матрица вот такую превратится соответственно здесь будет и на ФП П0 двойка здесь с двойкой здесь сократится будет П0 минус П0 ноль это та матрица с которой мы стартуем реально теперь преобразованная матрица она вот такая то есть будет е в степени минус и альфа ну и Т3 надо написать 1 минус 1 ноль дальше ту же самую экспоненту мы пишем е в степени и на ФП давайте П0 минус П0 ноль ноль и омега правая крест а омега правая крест ну надо просто минус здесь поставить да умножить на Е в степени минус и альфа пополам 1 минус 1 ноль вот такой закон преобразования у меня поле П0 ну по действиям того преобразования которое мы с вами выбрали ну и отсюда видно как преобразуется поле П0 правильно потому что у нас все есть все пропорционально генератору Т3 поэтому экспоненты собираются в одну экспоненту ну и видно что П0 преобразуется просто с двигом как и положено галстонским полям да П0 преобразуется с двигом причем каким смотрите П0 переходит в П0 здесь у меня альфа пополам здесь еще одна альфа пополам ну обе со знаком минус то есть будет минус альфа ну еще ФП здесь стоит поэтому будет минус альфа на ФП согласны? вот так у меня преобразуется поле П0 при выбранном нами преобразовании но мы знаем с вами что при этом преобразовании действие если я включу взаимодействие с электромагнитным полем должно приобретать вот такую добавку правильно? какое взаимодействие я должен написать с электромагнитным полем чтобы при вот таком с двигом преобразовании действие приобрело вот такую добавку вот на эту конструкцию совершенно верно то есть нужно добавить к действию к нашему действию которое описывает галстонские поля надо добавить следующую следующие слагаемые интеграл d4 x ну со знаком наверно минус е квадрат mc поделиться на 96 и в квадрате fp еще в знаменателе стоит дальше наше поле его на пиноль на эпсилон меню лямбда рон и в меню и френдерам таким образом аномалия приводит к тому что эффективное взаимодействие нейтрального пиона с электромагнитным полем она вот такое и это как раз тот самый лагранжан взаимодействие который раз описывает распад пи 0 2 гамма отсюда из этого лагранжана буквально следует пи 0 в 2 г но я обычно я задаю задачку вычислить ширину этого распада но поскольку времени у нас уже на семинар нету то значит можете для себя в качестве упражнения его сделать да ну по структуре аксиона такой же лагранжан да то есть это для любых аксиона подобных частиц вот такой эффективный лагранжан взаимодействие с электромагнитным полем но из глионом например тоже вот отмечу одно обстоятельство смотрите ширина распада и 0 2 гамма она явным образом зависит от числа цветов а причем в квадрате потому что у нас ну квадрат вероятность дается квадратом амплитуды да у нас в амплитуде стоит нс таким образом время жизни напрямую зависит от числа цветов и это еще одна экспериментальная проверка еще одно экспериментальное подтверждение тому что ну число цветов равняется тройки то есть если вы посчитаете вот это сравните с экспериментом то без нс равно тройки вас не получится согласие с наблюдаемым временем жизни пиона до fp мы достаем из распада пи пиона в мион и нейтрино это константа распада значит fp извлекается из распада заряженного пиона нами он и поэтому действительно можно независимо звучит вот ну и в экзаменационных задачках там есть вычислить онтологичным образом ширину распада и томизона в два фотона и можно сделать посчитать так же ну тут видно из того что мы с вами получили видно не видно некоторые проблемы с нашей керрио теории возмущения да какая проблема мы с вами не получили такого слагаемого правда когда строили керамитер из учении мы оставляем от такого типа не получили в этом смысле но мы с вами сказали что давайте мы добавим взаимодействия с векторами полями как с источниками да и мы сказали что наивно это потребует того что мы производные должны заменить такой вариант непроизводной такого слагаемого у нас не появляется и не появится это некоторая проблема теоретическая на самом деле она связана еще с одной проблемой которую я сейчас буду обсуждать значит проблема заключается вот в чем но значит что вы ожидаете от теории галстонских бозонов у нас есть генератор как как выглядят преобразования соответствующие сохранить закон сохранить заряд надо ввести вот такую матрицу из зарядов кварков плюс две третьих минус 1 3 минус 1 3 да и тогда вот преобразование переходит в е в степени и альфа это есть у один преобразование с группу 1 и она соответствует закон сохранения заряда правильно заметим что поскольку след вот этой матрицы равен нулю то это подгруппа наших преобразований сутри вектор правильно вот ну и мы с вами что ожидаем что наивно нам производную если мы перейдем в теории галстонских бозонов значит то у нас будет преобразовываться ну для бесконечно малых преобразований вот таким вот образом плюс скажем и на альфа на коммутатор нашего генератора с нашим полем так стандартно у нас преобразование устроено правильно вот ну и наивно чтобы сделать эти преобразования к вариантами надо обычную производную дмю у заменить на к вариант дмю у но она обычно нет такого вида получается обычная производная плюс или минус там кому-то так выглядит кавариантная производная ну конечно еще калибровочное поле вот но никакого эпсилон меню лямбдро там нету правильно вот если вы поставите к вариант на производную вместо обычной то полностью антисимметричного вот такого тензора вы нигде не заработаете давайте вернемся к нашей киральной теории посмотрим на нее повнимательнее давайте напишем ее в нижнем порядке по импульсам и в квадрате на 4 трейс дмю крест дмю ну плюс старшие порядки по импульсам давайте зададим следующий вопрос а какие симметрии есть у этого грыжа значит мы строили этот лагранжиан потребовав некоторых симметрий но построив этот лагранжиан можем спросить а какие симметрии оказались в эту лагранжиан значит ну давайте очевидные симметрии это су-3 левая на су-3 правая эта симметрия есть потому что мы ее потребовали при построении у нас переходит в омега левая у омега правый крест и от лагранжиан варианте относительно этих преобразований какие еще есть симметрии в этом грыжане а как а вот так вот такая нет она внутри это есть она же есть внутри это подгруппа значит вот эта подгруппа нашей вот этой большой группы да 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 совершенно верно причем с конкретным генератором вот с тем вот но есть еще кое-какие симметрии . и симметрии ну симметрия например есть такая я могу заменить на у транспонированный есть такая симметрия легко и что есть если в это приглядеться к нашему виду у и ну к тому что как эта матрица выражается через наш физические поля то есть через полями зонов то эта симметрия от ничто иное как следующее и плюс переходит в пи минус к плюс переходит к минус к 0 переходит к ночью конечно это c симметрия такая симметрия есть к х д значит это действительно сочетность к х д у нас он вариант опасительницы четности поэтому естественно ожидать такую симметрию мы получили это хорошо а точнее все есть такая симметрия третье есть симметрия когда я возьму x пространственное заменю на минус x а у переходит есть такая семья ну конечно есть назовем эту симметрию но это симметрия типа четности давайте назовем учетность по 0 сейчас будет понятно почему есть еще симметрия я могу взять у заменить на ум крест или у минус 1 правильно это что за симметрия чему отвечает эта симметрия ну это смотрите поскольку у нас выражается как е в степени поля пионов ну полями зоны фокеи то это на самом деле что иного как фи переходит минус фи то есть эта четность на языке полей да то есть другими словами какой закон сохранения отвечает вот этой симметрии четность то есть если число этих мизонов вначале было четное то в конце будет четный и наоборот если она нечетное вначале то и в конце она будет нечетной то есть сохраняется какая начинала такая минус единица в степени число наших галстонских бозонов вот это сохраняющаяся лично но мы с вами знаем что пионы ну мизоны вот эти которые галстонские бозоны они псевдоскаляр то есть на самом деле симметрии истинной симметрии является не вот эти две симметрии а их комбинация да то есть на самом деле в кхд со спонтанным нарушением нашей симметрии вот той симметрии которую мы с вами обсуждали мизоны то есть симметрия есть такая x переходит в минус x и одновременно с этим фи переходит в минус фи то есть другими слов и это и есть истинная почетность на это почетность то есть в кхд истинной симметрии должна быть симметрия который есть произведение фактически вот этих 7 0 на минус единицы в степени а вы с вами получили построили теорию в которой есть по сути лишняя симметрия у нас мы ожидаем что должна быть симметрия закон сохранения вот такой а у нас построенной нами симметрии есть два закона сохраняем то есть лишний получается на закон сохранения вот ну и это как бы то есть мы теоретически это рассмотрели можно и с технологической точки зрения увидеть что например вот этого закон сохранения нет четности ну например это видно но есть такой химизон и он это это векторный мизон он может распадаться эта частица со спином единичка это мизон он умеет распадаться он умеет распадаться на два каона и одновременно с этим он умеет распадаться причем все эти распады за счет сильных взаимодействий на 3 пи мизон то есть есть другими словами сильные взаимодействия допускают переход четного нечетное между в галстонских бозонах то есть другими словами даже феномология эксперимент точнее говорит нам что вот этого закона сохранения у нас нет соответственно мы с вами построили такую теорию в которой есть лишний закон сохранения то есть мы не совсем правильную теорию с вами построили давайте попробуем разобраться что нам нужно сделать что построить правильную теорию ну давайте напишем значит это будут некоторые качественные рассуждения по большей части давайте напишем уравнение движения уравнение движения вот для этой теории имеет вот такой вид и в пи в квадрате пополам димю крест димю вот но эти уравнения можно вывести давай соответствующий множество лагранж поскольку у нас здесь но система со связью у крестного равняется единицы поэтому чтобы вывести такие уравнения движения нужно добавить множество лагранж что нужно сделать чтобы у нас только вот такая величина только комбинация точнее наших четностей являлась истинной симметрией да что нужно сделать ну то есть что что нужно добавить в лагранжиан ну или в уравнение движения чтобы нарушить ну например вот такую почетность что нужно сделать ну нужно давать нам полностью асимметричный слагаемый поле полностью асимметричный тензор что-то пропорционально полностью асимметричному тензор потому что он у меня нарушает учетность такую наивно правильно то есть на ур на уровне уравнение движения можно написать следующее я могу модифицировать уравнение вот таким вот образом и в квадрате пополам дмю крест дмю ну и добавив сюда ну что я могу добавить на какой-то константу лямда пока не знаю какую эпсилон меню для ударов ну мне нужно получить скаляр поэтому я здесь должен причем этот скаляр должен преобразовываться к вариант относительно вот этой группы симметрии с утре левая на из утре право то есть я могу на самом деле использовать только вот такие комбинации у крест на у в последовательности то есть другими словами вот здесь у меня появится произведение дню у крест д лямбда у крест д ро у равняется нулю но сейчас повторю вот эту последовательность я должен написать исходя из требования что у меня должна быть су3 на су3 симметрия да никакой другой просто никакой другой комбинации ушек я написать не могу только такая комбинация преобразуется также как вот это чтобы ну а у ранее движения должны быть вариант относительно моих преобразований симметрии соответственно это единственный скаляр который содержит себе вот этот эпсилон символ ну и соответственно все уравнение у меня ковариантно относительно моих преобразований с утри на из утри да да нет окей у большой это в четвертой но я к тому что даже о большое хорошо большой это в четвертой правильно ну в следующем порядке можем добавить мы же хотим решить нашу проблему замечательно что нам нужно добавить действия чтобы ну избежать лишней симметрии мы попробуем вот такое добавить да такое ну действительно вроде как решает нам нашу проблему потому что вот такая симметрия по отдельности пропадает до такой симметрии уже нету если вы сделаете вот такое преобразование то первый член инвариантен а второй получает знак минус из-за эпсилона правильно соответственно если вы добавите дополните это преобразование вот таким преобразованием то легко проверить что это уравнение будет инвариантно потому что первый член содержит ну один раз вот эту комбинацию у креста на у а второй член содержит четыре раза эту комбинацию а каждая комбинация приводит к изменению знака соответственно у нас получается только комбинация вот этих симметрий p0 и фи на минус фи является симметрией вот этих уравнений движения какой следующий вопрос ну следующий вопрос написать член в действии который бы генерил это уравнение движения правильно значит утверждение нельзя написать действие вида не существует действие вида интеграл d4 x который бы приводил вот к такому вкладу уравнение движения то есть уравнение движения нарушающая по отдельности эти две симметрии я написать могу а кусок в действии вот такого стандартного вида который бы приводил к этому уравнение движения написать не могу это можно проверить я не буду сейчас это доказывать но легко проверить что если вы попытаетесь что-то написать приводящего к этому куску вы автоматически нули будете получать из-за вот этого эпсилон символа вы будете получать нули вот это некоторые проблемы ну давайте мы на этом прервемся и со следующей лекции будем решать эту проблему я я я я Продолжение следует...